здравствуйте дорогие друзья с вами канал философское мнение его ведущий я дмитрий круглых и сегодня наша с вами постоянная рубрика этика в рекламе и сегодня мы будем с вами продолжать разговор об обмане у меня на канале уже выходил ролик где рассказывал про визуальные обманы о том что знаете ну не очень как бы хорошо когда вы найти на изображении помещаете вот одно там конец вкусное замечательное сочное пирожное которое просто сочится от того что что чтобы вы его хотели попробовать чтобы вы хотели вкусить открываете там ну совсем не то что было нарисовано на упаковке и это опять же да начинает подрывать доверие сегодня мы будем говорить в этом плане про доверие обязательно обсудим тему то что недавно произошло в рекламе это когда позиционировали колбасу как халяль но оказалась она с добавлением свинины да то есть вот для того чтобы выстраивать доверительные отношения с клиентами то есть еще раз повторюсь да в краткосрочной перспективе такие стратегии ну действительно могут сработать но в долгосрочной перспективе то есть если вы хотите чтобы покупатель вам доверял чтобы находилась ну скажем так ваша аудитория то соответственно вы должны скажем так находить баланс между рекламированием вашего товара и между как раз да тем что скажем так нужно и необходимо говорить правду доносить понятное дело что это да знаете такой вот идеальный мир но у меня и программа называется этика в рекламе поэтому мы здесь говорим как сделать лучше чтобы не допустить репутационные потери понятное дело что всегда знают о каких-то скажем так маркетологи могут и должны знать о каких-то косяках другое дело что во первых это не должно замалчиваться и мы сегодня как раз эти случаи замалчивания обсудим двусмысленности и соответственно преувеличение в заявлениях и так на этой неделе произошло следующее в мире рекламы то что колбаса которая рекламировалась как халяльная то есть без добавления свинины оказалось что там соответственно свинина есть что подрывает доверие у тех людей которые покупали данный продукт мы здесь об этом тоже должны говорить потому что ну то есть на самом деле да и если бы этот товар не позиционировался как халяльный я думаю что они были бы в большем выигрыше но они решили поиграть на чувстве верующих то есть ой мы специально для вас создаем а вот такую вот продукцию мы уважаем ваши религиозные чувства на самом деле оказывается что эта компания она никакие скажем так религиозные чувства не уважает на самом деле вот эта вот история с заигрыванием с тем или иным сегментом покупателей то есть сегменты могут быть абсолютно разные вот если внутри компании нет какой-то выстроенной ценностной системы то вот эти вот все рекламные ходы они будут рушатся просто напрочь то есть смотрите здесь видимо маркетологи такие решили ой а давайте да что когда на обычную колбасу мы фактически добавим просто надпись халяльную и у нас ее будут покупать мусульмане ну то есть это вот настолько скажем так лицемерно это абсолютно недопустимо и я честно говоря очень надеюсь что эта компания разорится вот собственно то что касается до вот этих вот аспектов дальше то есть играть на религиозных чувствах но это вот вообще играть в принципе на любых чувствах заигрывать с этим ну как бы история такая себе а дальше и я понимаю что вот мы с вами живем не в идеальном мире что конечно же какие-то факторы хотят скрыть что-то двусмысленно умолчать что-то хотят преувеличить но это все так или иначе на самом деле ведет к подрыву доверия я кстати на эту тему не снимал передачу но мне тоже было бы интересно что на самом деле реклама через какое-то время я думаю что она и была она и то тоже все равно является как таковым с некоторым социальным институтом вот который через себя транслирует определенные ценности что тоже очень очень важно и именно поэтому очень важно наблюдать за рекламой за то что в ней происходит и потому что реклама отчасти является лакмусовой бумажкой общества в котором общество в принципе находит собственное отражение то есть смотрите что у нас с вами здесь получается во первых да нельзя замалчивать говорить о какой-то двусмысленности мне знаете самая такая вот притча которая приходит анекдот притчи который приходит в голову когда покупатель приходит в магазин с медом говорит дайте мне пожалуйста липовый мед ну ему дают соответственно мед то он приходит домой а там нет там какая-то гадость вот он да что вы мне продали я же просил липовый мед ну просили липовый мед вот вы и соответственно получили липовый мед как соответственно поддельный вот ненастоящий вот поэтому вот это вот двусмысленность на самом деле ее в рекламе быть не должно потому что это на самом деле ведет к потере клиента как такового либо же это будет замалчивание каких-то факторов то есть здесь тоже очень важно что не замалчивать какие-то скажем так вещи потому что на самом деле и там компании знают что и достаточно хороших компаниях обратите внимание что они пишут дисклеймеры то есть они пишут определенные предупреждения да осторожно там эту игрушку нельзя использовать там детям до трех лет там вот это вот нельзя лучше использовать детям от 4 до 18 лет или же да ну еще раз повторюсь что обязательно мы поговорим отдельно у меня будет ролик посвященный детям и рекламе детской рекламе соответственно но допустим когда пишут например что эта игрушка подходит детям от там например какая-нибудь знаете головоломка подходит детям от 10 до 16 лет а на самом деле она предназначается 14 16 лет но решают увеличить диапазон представьте вот этот бедный ребенок который пытается собрать вот эту вот несчастную головоломку и у него ничего не получается потому что не для его возраста вот но это такой на самом деле пример скажем так высосанная из пальца но вот примерно показал как это работает не должно быть вот этих вот знаете гласловных заявлений что типа самый вкусный самый замечательный самый там еще какой-то самый эффективный таких цен вы никогда не видели то есть понятное дело что а это все работает для привлечения внимания дальше туда будет вопрос насколько это тогда будет соответствовать правде вот то есть не должно быть в рекламе замалчивание то есть мы должны оставить те или иные дисклеймеры то есть особенно когда речь идет не например о самой рекламе но это на самом деле тоже считается рекламой но когда идет информация о товаре то есть когда оставляют дизайн на упаковке там должны быть все предупреждения при этом кстати обратите внимание что а все-таки предупреждения не должны писать с тем маленьким восьмым шрифтом каким-нибудь значит прозрачным цветом на какой-нибудь ярко пестрой обложки да на каком-нибудь вот таком вот дизайне то есть такого не должно быть там пока вот она здесь было предупреждение вы сами не заметили вы сами не увидели то есть если вы хотите выстраивать нормальные отношения с клиентом с потребителем вашего продукта а я думаю что на самом деле то есть вот залог успешного хорошего бизнеса он заключается как раз таки в этом что вы на вот даже на информационных каких-то таких вещах вы как раз создаете ну скажем так пози некоторую позитивную повестку то есть вы честны и открыты то есть мне кажется что даже через еще раз повторюсь что через некоторое время к открытости скажем так люди потянутся больше нежели к тому что вы умолчали а потом там я не знаю какая-нибудь краска для волос а человек это покрасил у него там превратились например в синие волосы он хотел себе черные вот то есть не должно быть никакой двусмысленности которая то есть здесь именно задача маркетолога пиарчика заключается в том чтобы в тексте не появилась двусмысленность чтобы в тексте не появилась то есть именно поэтому маркетолог должен очень хорошо уметь обращаться со словом чтобы он понимал как это будет выглядеть со стороны то есть как это будет выглядеть со стороны чтобы не было какой-то двусмысленности каких-то скажем так разных вот таких вещей кстати в этом плане очень интересно что например а билборды которые там меняются или же например да вот они вот так вот начинают ездить периодически они совершают следующую ошибку что они совмещают две абсолютно несовместимые рекламы то есть если это владельцы до каких-то рекламных агентств но они все-таки должны соображать какие две рекламы вы помещаете рядом то есть и почему вы это делаете не просто вам заплатили вы поместили вот а вы должны понимать что за этим последует какие символы в этом вы можете увидеть собственно говоря да если говорить конкретно по пунктам то это будет да не должно за быть замалчивание двусмысленность и преувеличение по отношению к таким понятиям как характер состав метод и дата изготовления пригодность к применению диапазон применения количества компании изготовитель и страна изготовления смотрите то что касается состава да то есть здесь состав это уже больше по юридическим вопросам да но состав вам надо писать тот который есть а и при этом стараться не заменять его словами которые например не существует а или же например ну не стараться да скажем так составе не написать то чего там нет или же наоборот когда вы в состав вносите какой-то например да компонент который скажем так ну он там и обязанности например быть вы его ноги это я уже рассказывал это например в случае шампуни там помещают какой-нибудь компонент с тем-то и тем-то да с каким-то вот таким вот просто необычайным компонентом он еще звучит какой-нибудь красивый химический элемент там не знаю часть чем может быть допустим с водородом пусть будет а он там так и должен находиться этот самый несчастный водород например да там водород сделает ваши волосы красивыми там допустим да то есть во первых за счет этого нельзя играть потому что здесь еще да конечно на потребители это произведет впечатление но магазины кроме просто вот давайте прошу прощения не потребители обыватели приходят профессиональные специалисты а потом эти профессиональные специалисты они делают разбор на этот товар и живя в условиях вот такой вот информационный фактически информационного контроля и со стороны блогеров в том числе да то есть вот это вот история которая не очень хорошо будет отражаться на компании и на ее репутации дальше понятное дело что если вы умалчиваете о том что вы что-то добавили в товар да есть например какой-то компонент вы решили о нем просто умолчать это конечно все очень круто и здорово но проблема заключается в том что у человека на этот компонент может быть аллергия и дай бог если этот человек выживет да но вы можете собственно прям реально убить человека то есть если вы на упаковке не пишите весь товар прошу прощения весь реальный список ингредиентов дальше метод и дата изготовления да то есть понятное дело что просроченные какие-то вещи нельзя ну то есть как я знаю например некоторые компании да они какие-то просто чуть-чуть просроченные товары не ликвидируют а просто продают с большой скидкой но при этом предупреждают что именно товар он является уже ну скажем так на исходе свои же своих дней точно так же пригодность к применению то есть насколько это вообще пригодные для каких ситуациях диапазон применения это если помните был случай в нулевых когда по моему это было где-то в америке какую-то компанию обязали писать на вот этих вот микроволновых печах заставили писать что туда не надо вот класть кошек потому что одна какая-то очень умная женщина решила положить туда кошку посушиться вот но и соответственно кошка там немножко подгорела вот поэтому диапазон применения тут смотрите тут еще одна такая часть потому что не все люди скажем так умны вот поэтому мне кстати вот тоже в комментариях тут недавно написали что вот а зачем вот вы так подробно рассказывать но это знаете такая преподавательская привычка что человек не всегда с первого раза и собственно говоря я точно такой же то есть я не на все слова могу среагировать правильно и поэтому одну и ту же мысль да вот можно повторить донести несколько раз разными словами в нескольких формулировках это тоже абсолютно нормально то есть когда мы говорим про диапазон применения то есть надо понимать что люди могут это ваш товар использовать не совсем по назначению вот здесь как бы смотрите не будет уже все таки в вашей ответственности здесь какой-то не будет да если человек прям что что что-то куда-то не туда запихивает например вот но да например там какую-нибудь лампочку в рот ну понятное дело что лампочку в рот ни в коем случае засовывать не надо то вам потом придется в травмпункт ехать вот понятное дело что вот когда мы говорим про диапазон применения то есть это вот писать например такие формулировки использовать только для там допустим например с той же лампой да использовать только для при применении допустим в ламповом освещении ну или вот как то так то есть формулировать да или например те же самым микроволновки использовать только для разогревания еды то есть вот здесь самая такая ключевая фраза это использование только вот а потом а точно так же сюда подпадает под количество то есть ну вообще будет не очень приятно как то есть это все в когда когда вам например обещают там 10 каких-нибудь конфеток а вы получаете 9 конфеток ну скажем так например у вас компания из 10 человек вы решили купить и соответственно а одному кому-то не хватит будет очень неприятно то есть вы должны следить за тем чтобы да только то количество которое вы указали и соответственно то сколько там размещается она действительно соответствовало скажем так соотносилось друг с другом потому что это тоже может привести к неприятным последствиям дальше компания изготовитель и страна изготовления то есть допустим да вот там пишут какая-нибудь там страна это знаете вот в нулевые очень любили тоже писать там такое-то качество там например да японское качество китайское давайте да лучше вот возьмем японское качество если мы говорим про нулевые а компания изготовитель например он просто закупил вот это все оборудование и право на производство допустим в россии вот то есть таким образом да вот создается как раз двусмысленность то есть вроде как говорят что вот как качество одно на самом деле производится в другом месте вот то есть опять же я ни в коем случае да не говорю что это хорошо или плохо я говорю о том что здесь скорее всего да то есть даже какие-то штуковины их не надо стесняться да вот говорить скажем так в плюс или специально давать заведомо ложную информацию дальше так что что еще здесь есть да по поводу ценности продукции и реально оплачиваемой цене то есть здесь смотрите тоже очень очень важно это например реально оплачиваемая цена то есть та цена по которой вы предлагаете свой товар потому что ну например лучше да не писать точнее по законодательству конечно же лучше точнее так по законодательству обязаны писать цену с НДС ну вот представьте да да допустим такую ситуацию вы пришли в магазин там цена например указана без НДС и там цена указана без НДС и вот вы приходите и вам уже приходится платить с НДС ну тоже такое себе не очень приятное то есть например и то же самое относится к другим условиям платежа то есть это рассрочка лизинг по частям продажа в кредит то есть вот эти вот все вещи они должны быть честными и они должны быть правдивыми вот точно так же как доставка обмен возврат ремонт и техническому обслуживанию вот например одна фирма я кстати не знаю честно говоря потому что я никогда не пробовал но у них типа они пишут что типа если вам не понравился вкус мы вернем вам деньги даже без чеков знаете ну просто время свое жалко а так было бы реально интересно проверить насколько эта схема работает и работает ли она вообще то есть ну это по крайней мере интересно скажем так вот то есть а если она не работает то это да такой действительно просто грамотный достаточно маркетинговый ход который будет ну опять же да будет не будет работать ну у меня честно скажем так это это продукция да она не вызывает никаких проблем то есть со своими вкусовыми там другими какими-то ощущениями вот и как бы просто зачем мне возвращать я уже там покушал было приятно хорошо спасибо вот и не вижу смысла вот это вот заморачиваться на тему возврата и так далее но было бы просто интересно посмотреть по поводу того а работает ли это вообще потому что да мне понравилось а другим людям ну может не понравится по вкусу и больше никогда такого не покупать вот поэтому доставка да обмен и также ремонт и техническое обслуживание они точно должны быть установлены в контракте то есть вы должны в контракте точно знать и понимать что под контрактом понимается то есть у вас должны быть точные всегда сроки например гарантийный срок год вот смотрите да очень важно тоже с момента изготовления изделия или с момента приведения в эксплуатацию или с момента покупки то есть очень часто любят вот прям на вот этом вот подлавливать и там кто-нибудь ну допустим говорят что не с момента покупки а например с момента выхода с завода он уже в магазине ну там допустим какой-то товар уже пролежал два года два вот вот уже техническое обслуживание оно уже закончилось вот а потом человек когда приходит и говорит что у него такой-то такой-то товар не работает он еще понимает что технического обслуживания у него не будет ему придется покупать новый товар точно так же так гарантийные условия сюда будут относиться это будут авторские права права промышленной собственности такие как патенты товарные знаки конструкции модели торговые наименования вот ну то есть здесь отдельная такая история что да действительно вот эти вот все истории да ну если вы уж взяли какую-нибудь там конструкцию модель да вы за нее реально прямо заплатили то не надо выдавать что это вот ваше или некоторые товарные знаки выдавать там например допустим за свои точно так же не должно быть вот этих вот тех понятий по отношению к официальному признанию или одобрению присуждению медалей призов и дипломов вот это вот я обожаю значит если помните нулевые было вот эти вот кстати сейчас они пропали абсолютно из рекламного поля слава богу там какой-нибудь майонез обладатель семи сертификатов там такое-то такое-то качество а весь прикол в том что такой награды а может вообще просто не существовать это раз а два вот и мое самое-самое любимое сам придумываю награду как знаете владелец какого-нибудь завода майонезного сам придумываю награду и сам же ее себе дарю вот это самое крутое вот это самое потрясающее и так далее типа там какой-нибудь не знаю там знак майонезного качества например или еще что-нибудь а то есть вот эти вот да присуждение медали которые например там не было а вот или например то что признали а и так далее да то есть спекулировать вообще на этом ну это не самая такая здоровая история да будет относиться точно так же когда там говорят там ну опять же да мое самое любимое там девять из десяти стоматологов выбирают вот это вот показать что есть официальное признание что вот стоматологи одобрили вот этот вот товар и точно так же в рекламе не допускается неправильное употребление результатов исследований или выдержек из технических и научных публикаций то есть смотрите здесь ни в коем случае нельзя да показывать о том что нельзя рекомендовать то что понимаете вот как бы делает следующее вот получает некоторое одобрение это очень связано с предыдущим пунктом потому что или же например когда говорят мамы одобряют или мамы рекомендуют там папы рекомендуют или еще какая-нибудь социальная группа то есть что социальная группа это одобрила это еще не значит что товар классный но на подсознании да это работает таким образом что да раз часть одобрила значит и я тоже одобрю вот но понимаете то что часть одобрила это во-первых не факт что есть реальные исследования на эту тему во-вторых это не значит что вам не набрехали вот дальше да когда мы говорим про исследования и выдержки из технических и научных публикаций тут в чем заключается суть потому что вы скажем так выдираете из контекста публикации более того в этой публикации да там дальше уже может говориться что-то другое там могут быть какие-то дополнения и вообще это публикация не предназначалась для каких-то рекламных целей вот но вот выдержки они соответственно были потому что когда мы говорим про научные публикации то научные публикации они в первую очередь существуют для профессионалов и специалистов своего дела то есть которые разбираются которые понимают о чем там пишут вот а если обыватель это прочтет то он может сделать какие-то ну скажем так не те выводы или же маркетолог это может так подать как вот что-то вообще невероятное на самом деле там описывается просто определенный процесс точно так же статистические данные не должны предоставлять имеющими большую значимость чем они имеют на самом деле то есть еще раз повторюсь я уже говорил у себя это на канале есть ложь есть большая ложь есть статистика и вот конкретно статистика самая крутая в зависимости от социальных опросов социальные опросы я действительно могу из 10 человек спросить там что-то но это будет выборка очень-очень плохая то есть чем больше у нас с вами выборка тем лучше у нас проясняется вопрос дальше вопрос о том в этом опросе есть закрытые или открытые вопросы то есть вот самое крутое это когда дается именно открытые какие-то вопросы и дальше уже социолог это сидит и все начинает это все классифицировать а когда начинаются закрытые типы вопросов то есть да или нет например есть такие вопросы которых ответ да или нет он будет абсолютно бессмысленнее ну как если я вас например ну это такой знаете софистический прием но еще раз тоже про него напомню если я вас спрошу изменяли ли вы вашим любимым людям точнее так перестали ли вы изменять вашим любимым людям если вы ответите да значит что вы перестали изменять если вы ответите нет то вы соответственно изменяете вот вам и получается выборка по изменам например да с таким успехом я вам со статистикой да докажу что знаешь все сто процентов населения сто процентов из моих опрошенных изменяют вот а например когда дается например скажем так вариант ответа да свое там что-то человек может написать нет никогда не изменил то есть вот это вот тоже здесь надо допускать дальше не допускается неправильное применение научных терминов не допускается применение жаргона и неуместных сведений научного характера предназначенных для придания заявлением видимости научной обоснованности которые на самом деле они не обладают и да у человека есть знаете вот абсолютно такой пиетет перед страшными словами вот когда скажут какой-нибудь страшный большой красивый там какой-нибудь особенно философский термин я кстати в этом плане и да вот я могу сказать так что там учась на четвертом пятом курсе мне очень нравилось жонглировать всякими разными непонятными терминами словами потом попреподавав в университете я понял что во-первых это не нужно во-вторых если ты реально хорошо знаешь свое дело то ты любой сложный термин ты его можешь объяснить простыми словами то есть ты его можешь дать и потом же дать объяснение а вот когда вам дают какой-то термин просто и его не объясняют никак не обосновывают то здесь конечно же это выглядит ну скажем так как всегда очень-очень плохо и да вот предание что смотрите какие мы научные кстати этим очень сильно страдают инфо цыгане и инфобизнесмены всякие разные коуча какие слова-то у них красивые да родологи вообще потрясающее название о мне еще нравится регрессолог и вроде как звучит красиво да если вдруг вы не знаете кто такие родологи и регрессологи это те кто типа просматривают ваши предыдущие жизни но звучит то как профессия регрессолог да то есть на самом деле это я даже не знаю как это обозвать потому что это даже не псевдонаука это прям что это дно давайте обозначим как дно вот с которого стучат вот поэтому и регрессологи очень особенно круто рассказывать о том что точно никто не знает то есть ну ни один человек он не может сказать о том что там происходило в предыдущей жизни ну потому что да если мы следуем философским вообще концепциям то мы не можем сказать что и даже в этой жизни до конца происходит да а что говорить о предыдущих жизнях в прошлых жизнях мы были все рыбками которую там как говорила тоже одна прекрасная фея да и ей снилось что она вот является как раз рыбкой вот которую там попала в какой-то пропеллер вот от лодки вот поэтому здесь все вот это вот достаточно интересно поэтому какие-то термины какие-то слова их всегда надо пояснять обязательно если вы маркетолог старайтесь быть честными потому что институты репутации он если восстанавливается то очень-очень долго вот а если вы потребитель то обязательно смотрите на товар относитесь ко всему критически и помните что реклама она ее задача в том числе заставить вас купить поэтому выбирайте только то что вам нужно обязательно подписывайтесь на этот канал у меня на канале понимаете вот и я все-таки честный я говорю что я рассказываю сказки это у меня есть реально курсы по сказкам курсы по платону которые вы групповые занятия которые вот вы всегда можете присоединиться групповые занятия по японскому языку групповые за индивидуальные занятия по японскому языку по очень доступным ценам а вот поэтому я вас надеюсь что привлек обязательно подпишитесь на этот канал поставьте лайк все ссылки будут обязательно в описании напишите мне комментарии это очень важно также если вам ролик понравился вы можете подонатить или оставить деньги себе порадовать себя это на самом деле в наше непростое время тоже очень важно порадуйте себя чем-нибудь хорошим вот что что вам приносит удовольствие а мне приносит удовольствие то когда вы делитесь моим видео в социальных сетях потому что я считаю что они полезны просвещения просвещения просвещенческими вопросами вот поэтому обязательно делитесь в социальных сетях и до новых встреч увидимся на этом канале пока пока пока